В минувшие выходные в ландшафтном парке Тьмака прошел гастрономический фестиваль Верхней Волжье. В этом году мероприятие в очередной раз объединило представителей ресторанов и кафе, фермерских хозяйств и производителей продуктов питания. В пятый раз в пойме Тьмаки проходит гастрономический фестиваль Верхней Волжье. В этом году свою продукцию представили 36 участников. Работают различные площадки. Это гастрономический фестиваль, где можно попробовать много разнообразной еды. Приготовлено развлечение для гостей и детей, фермерская продукция представлена. Главным блюдом гастрономического фестиваля стала окрошка. Причем готовили это популярное летнее блюдо гостей праздника самостоятельно, участвуя в окрошка-квесте. Для того, чтобы получить ингредиенты, нужно было ответить на несколько вопросов. В какой стране находится самый большой музей картофеля в мире? В Бельгии. Но не только окрошку можно было попробовать на гастрофестивале. Известные тверские кафе и рестораны приготовили для горожан самые разнообразные блюда. Выпечку, сладости, сыры, кисломолочную продукцию. Специально для фестиваля мы приготовили слойку вульфа с яблоками. Тверская слойка – рецепт, который наши пекари получили от тверских краеведов. Самые полезные продукты, которые, как говорится, известны из покон веков. Это творожок 9-процентный, творожная масса, сметана, йогурт, молочко, кефир. Я попробовала такую штуку с козьим молоком. Удивилась, что козье молоко может быть вкусным. Я из Свери привезла на фестиваль батончики, шоколады, цукаты, сделанные собственными руками, без белого сахара. Используя только сироп топинамбура и кокосовый сахар. А предприниматели из Архангельской области угощали всех желающих вкусными и полезными ягодами – морожкой, клюквой, калиной, брусникой и черникой. Это продукция всей Дарьи Севера и содержит очень хорошие витамины. При паровой варке все витамины сохраняются. Помимо основной гастрономической площадки, организаторы подготовили для посетителей фестиваля Верхневожья разнообразную развлекательную программу. Мастер-классы, игры, конкурсы работал веревочный городок и прокат сабортов. Очень интересный фестиваль, повезло с погодой, прекрасная погода. Успели раскрасить пряник, посмотрели, что продают, что предлагают. Много чего нового для себя открыли. Ну и веселая атмосфера, приятная музыка. На сцене фестиваля прошли выступления тверских творческих коллективов и звездного гостя Карины Кокс, бывшей участницей группы «Соливки».